итак ребят всем привет мы сегодня вышли на ночной коп не знаю как получится с находками может быть останемся и на пару ночей зашурпили мой фундамент который ранее давал хорошие находки так хорошие находки были я взял с собой камеру лишь из того что у меня сейчас выскочила очередная находка вот вылазить пока советики но это нормально нас шестеро на фундаменте вот этот фундамент ребята да уже более сотни может около двух сотен монет цари здесь попадаются сегодня копаем нестандартной компании вот ну вы их свое время видели за мной ребята тот самый легендарный михалыч михалыч здорово привет все хотят посмотреть каком деле дальше вон женя жен здорово дальше у нас вот здесь вот дима 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 здорово кстати больше всех уже накопал монет и на заднем плане у нас впервые на экранах попадает это у нас виталик мысли до впервые на экранах в общем как у нас получается пока с монетами является дима но он пока чемпион две двадцатки да у тебя есть дать мат и того пять монет короче дима пока чемпион его пять монет у меня я не знаю сколько у меня пока так сейчас скажу имеется в ладошке 4 видите до 4 2 трешки двушка пятнашка и еще одна вот монета из-за этого я только начал снимать это очередная монетка но тоже советская 15 копеек щитовичок год сорок шестой грубо говоря мы сейчас дима нам идем форму не знаю почему у дима на пять монет у меня пять монет вот пока пацаны пока пустые щелкающина не нашли у меня двушка 40 а да 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 катушку женька поменял не учат фонила сразу катушку поменял и около машины прям около колеса зацепил михалыч перстенек поднял ну как то с ним колечко советская там с камушки красные и белые так что так что вот этот вот участок вот вот не поверить вот такой маленький участок дал почти 200 монет 200 монет и пока у нас здесь на шестерых 12 монет маловато не густо вот ну надеюсь чем сейчас выскочит выскочит дима ждем очередную щелку куда заваливались монеты диман щелку все ищет ну ладно надеюсь щелка будет бегу будет он женёк кому-то где-то на окраине дома фигаре погода классная место замечательное я здесь впервые вот на правах я как бы здесь это знаете как в гости приехал пацаны позвали я не мог отказаться так что ребята для меня это новая деревня надеюсь будет новые шикарные находки так что продолжаем ребят только что вырубился прям и у димана прям красивый красивый такой звонки звонки я говорю давай в прямом эфире откопаем может что интересное все-таки быстро кольцо железное но все равно на всякий случай прозвонить диманы не кольцо 2 что ли ну чё-то еще ребята обычно железные кольца сигналит звонка сейчас только что дима вон она ребят это черпала большая круглая ложка была поэтому так и звание они здорово звенят я несколько ложек уже откапывал верховый так что ладно за собой фундамент получается такой присыпанный ям котлованов нету ладно продолжаем не так ребят женя зовет саня пошли фундик поменяя заодно на пасашок я говорю на пасашок сигнал выкопаю и сигнал вот ребята первая крупная сегодня это 5 копеек но после 30 31 32 года гир как вы видите уже как бы новенький вот такая монетка зачет я уже дима димана перегнал нашу чемпиона так что теперь я чемпион ладно пойдем 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 и так ребят там что-то вот виталек смотрите шурфил 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 всякую железу всякую дрянь собрал и он нас всех переплюнули переплюнул тем что пчелку лишь какой старый это ребята пчелка две копейки сохран убитый ну что вину это пчелка год не видно но я знаю что пчел блин у меня что-то фокус ёпки фокус куда-то пропал во посвяти пчелка и я знаю что это пчелка выпускался к 1810 га еще посмотрю будет у него но сохран конечно на это неважно главное что блин она есть да и эта пчелка это очень редкая и по всем годам вот пчелка о вернее двушек царицы полей это самая дорогая монета ну я не считаю разновиды которые встречаются мне даже не поверил 1710 год да да зачетно орел пчелка реверс короны широкая аверс короны узкая в плохом сохранить 480 рублей в сохране xf 6000 рублей монета является редко чё сигнал тут соски в чире проверить своем сигнал чуть перекрывался железом да может рядом 44 прикинь я даже не поверил просто вот на моем 84 84 вот как-то это идем он там же не надо поддержать фонарик лада пойду женю поддержу ребят женю здесь копал мы выкопали только что от этого какого от керосинки и чё ты сигнал был под бревном ребят под бревном чё-то блин смотрела и визуально здесь вот стекляшечка такая интересная и вот на бревне прям монет лежит на бревне монетка и это две копейки мой какой сохран а прям вообще шикарный 54 прям зачетный сохранчик да это лучший сохран сегодня из медно-никелевых монет ой алюминистый алюминистый бронзу причем сигнал алюминистый бронзу вроде как мониста да я не пойму что за монета вроде монета вроде нет не вижу что это мониста под дырочка есть дырочка есть поплю 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 что за монета я не смог понять как будто что-то непонятное вообще по сигналу медно-никель но это не медно-никель я думаю может это что-нибудь какой-нибудь медный пул а медно-никель даже размер не тот не знаю да это орел царский ну сигнал-то медно-никель не серебро я видел что похож я видел что похож но не серебро сигнал не серебра да да михал смотри это же это орел мы смотрели уже с ним похож да это же на он берет а так переверни дырочка сверху ну да у меня бьет как совет нахуй да но он смотри красный какой-то это и вообще не серебро бронзе ну это я не знаю орел блин орел да вроде как еще не и что то же виду и дырочка лишь для смотреть ребят ветер на орел видно вот счету монет она за две ты вот тут увидели но ты же и получил ну вот с такого пи центре ребят маленький эпицентр лежать в этом ковырял но засыпка здесь в отвратительные практически нет у михалыча еще засыпка более-менее сопутки нету но михалыч сколько ты здесь собрал монет здесь десят здесь десяток то офигел ты мне говорил 4 лет врешь что ли их ты ну ты михалыч даешь а вот это жук патина похоже на полтину пашпатинка бы наползли на это речь потрем меня на меня ножа с собой нет полного поток давай посмотрим просто интересно тем что это ребята орел царский но она окислилась как алюминистая или медно-никелевый красный ну ладно ладно утро вечером будет мудренее чё там как там пацаны там пытаются дошурфить вот здесь вот новый фундамент там дальше еще фундамент не знаю посмотрим может еще дожил стоит царский тоже нет не просто соскать ставим не такие как и итак ребят за шурфили новый фундамент монетки здесь идут я вам показывал находки михалыча и женькина и вот затем мы собираем здесь самого вот это уже четыре комплекта 4 часть да это раз это краник ой это как она хрень короче вот этот краник вот эта верхняя часть и там еще рукоять от самовара короче самовар целый собираем ешь никак вообще зачет вообще класс монетки ли советские конечно идут но все же все же идут вот так что у меня здесь сколько одна выпала у михалыча 2 после того как я последний раз снимал и у женьки 1 так что ладно зачетно и так ребят уже не ушел шашлык готовить михалыча выпал вот такой богатого вообще за счет вот так вот готова богатого будь готов к труду и обороне эмаль вся на месте хорошо проглядывается надписи вот так что вот такой вот зачетный и немножко информации об этом знаке в 1931 году в ссср появилась проек о физическом воспитании граждан страны основной задачей стало заинтересовать население спортом для это особо выдающихся спортсменов том же году был придуман отличительный знак имевшее название богатого будь готов к труду и обороне декабре 1931 года выдали первые значки отличившимся от 35 спортсменов концу 1932 года значки получили уже почти 500 тысяч человек будь готов к труду и обороне зовет родина будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд проплыть 100 метров пройти на лыжах 10 километров а там где не бывает снега совершить пеший переход будь готов будь сильным закаленным мужественным для получения такого значка необходимо было пройти испытание всего 21 испытание в основу легли возрастные ограничения а теперь значок богатого получали дети от 14 до 15 лет значок готова первой степени 16 лет а значок готова второй степени 19 и старше в последующие годы и возросла возрастные рамки позволяющие получить значок готова этот диапазон составлял от 10 до 60 лет в 1991 году знак готова упразднен так как с распадом с ссср исчезло такое понятие как нормативы ГТО нормы ГТО 2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше причем без ограничения возраста но для пожилых людей нормы конечно установлены с учетом их возможностей а готовиться к сдаче норм им лучше всего сообща в специальных группах начали а у меня вырубыш вот такой вот рубленый царский капин досик блин неудобно камера снимает так а фонарик светит так вот такие две зачетные находки ребята прям за секунду у Михалыча конечно вкуснее боготуо бегунок зачет зачет так что копаем шурфим ребят дружно копаем шестером до шестером зачетно у всех монетки но монетки советские я решил вам заснять ребра о вот на решил заснять эту монету потому что у меня эта монета как бы первая так первая тем что это двадцатка первая сегодня сорок третий год видите да у Димана на этом фундаменте пока пусто у Михалыча куча он чемпион у Женьки встречается у тебя Виталий есть с этого фундамента что-нибудь? ну это двадцатка двадцатка рамочник так что у всех всех с этого фундамента есть монета а у Димана пока голяк Диман что ты это Диман я расслабился расслабился я отдыхаю получаю удовольствие понятно от коллективного копа ха-ха-ха-ха ребят на одном фундаменте о куче фундамент Михалыч пока на нем чемпион тягает тягает и тягает а итак ребят я один с луной имеется вот такая вот не знаю видно вам нет туманка вдоль реки Кинг со мной рядом вот он генгуха ходит туда на разведку запах доносится шашлыка но у меня под запах шашлыка мы здесь от выпала монета были у меня другие монеты советские двушки трешки но это крупная монета 20 копеек я уже знаю год это 46 банальный но все же одна из крупных монет на этом фундаменте до фундамент ребят советский монеты все советские наверное около 30 монет мы здесь собрали в общей сложности и пацаны плюнули и он там готовит шашлык так что сейчас шашлычок не знаю может быть пойдем еще один фундамент поищем или все-таки спать время потому что уже 3 час да ладно под цвет луны продолжаем итак ребят пришло время с вами наверно попрощаться но ненадолго только на ночь у нас за бортом уже темным темно рассвет у нас будет где-то через пару часов пацаны разбрелись по машинам один женька остался вот мы сейчас вместе с ним наверное давать на завалимся спать остальные все уже спят кинг-гух ты у нас где будешь на улице спать или в машине кинг-гух в общем ребята до утра до следующего утра все пока и того у меня получилось 16 монет я оказывается пока сегодня чемпион 16 монет все советы и половинка царской монеты все давайте до завтра и так ребят доброе утро проснувшиеся ребята мне сразу кричат сенсация да ребят сегодня у нас не просто шикарно ахвата действительно сенсация такое в я не держал такой в руках я никогда наверное и не подержу за исключением сегодняшнего дня в интернет просторах тоже не видел а